Глава первая. Миссия Господа Капилы. Шри Шаунакра сказал, Несмотря на то, что Господь, верховная личность Бога, Аджа, нерождённый, посредством своей внутренней энергии он появился на свет в образе Капилы Муни. Заботясь о благе всего человечества, он пришёл, чтобы открыть людям трансцендентное знание. Шримад Бхагаватам, Песнь третья, глава двадцать пятая, текст первый. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады Слово «атма праджнаптайе» указывает, что даруя человечеству духовное знание, Господь прежде всего заботится о его благе. Знание, содержащееся в ведах, даёт людям возможность полностью удовлетворить свои материальные потребности. Те, кто следует наставлениям ведических писаний, получают возможность жить в хороших условиях и постепенно достичь уровня сатва-гуны, гуны благости. Достигнув этого уровня, человек обретает знание. Те, кто находятся под влиянием гуны страсти, лишены знания, потому что страсть заставляет их думать только о материальных наслаждениях. А у людей, которые находятся под влиянием гуны невежества, нет ни знаний, ни возможности наслаждаться, и жизнь таких людей мало чем отличается от жизни животных. Цель вед – помочь живым существам выйти из-под влияния гуны невежества и подняться на уровень гуны благости. Гуна благости даёт человеку возможность познать себя, то есть обрести духовное знание. Однако обыкновенный человек не способен самостоятельно прийти к этому знанию, поэтому необходима цепь ученической преемственности. Духовное знание может исходить только от самого Верховного Господа или от его чистого преданного. Шаунака Муни Муни также утверждает в этом стихе, что Капила, воплощение Верховной Личности Бога, явился в этот мир для того, чтобы открыть людям трансцендентные знания. Чтобы постичь природу души и ее деятельность, мало просто понять, что мы не материальное тело, но духовная душа, а хам брахмасми, по природе я брахман. Для этого необходимо еще действовать, как подобает брахману. Науку, описывающую духовную деятельность, открыл людям сам Господь. Эту трансцендентную науку способны понять только люди, на что в данном стихе указывает слово «нринам» для людей. Животным она недоступна. Но чтобы понять ее, люди должны придерживаться определенных правил и ограничений. В отличие от животных, поведение которых регулируется врожденными инстинктами, человек должен жить в соответствии с предписаниями ВЕТ и авторитетных духовных учителей. Только тогда он сможет овладеть трансцендентной наукой. Капиладева Капиладева, воплощение верховной личности Бога, пришел на землю, чтобы дать людям трансцендентные знания. Он объяснил философию Сангхи своей матери Девахути. Позднее появился другой Капила. Он проповедовал атеистическую философию Сангхи, которая рассматривает 24 материальных элемента, но ничего не говорит о Боге. Первого Капилу называют сыном Девахути, Девахути Путрой, а второй известен как Капила-атеист. В этом стихе Шаунак-Риши говорит о Капила-Деве. Поскольку Капила является верховной личностью, он способен открыть нам абсолютную истину. В действительности только Богован и никто другой обладает совершенным знанием высшей истины. Багаван Шри Кришна и его воплощение время от времени приходят на землю, чтобы открыть людям, в чем заключается цель жизни. В данном случае Верховный Господь явился как Капила-Дева. Татва-Сангхьята Слово «сангхьята» означает «излагающий», а «татва» — «абсолютная истина». Абсолютная истина — это сам Богован Шри Кришна. Мы не в состоянии постичь абсолютную истину или Верховную Личность с помощью философских построений, особенно если мы находимся под влиянием трех гун материальной природы — сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Понять абсолютную истину может только тот, кто пребывает в сатва-гуни, гуни благости. Влияние сатва-гуны на человека проявляется в брахманических качествах. Эти качества перечислены в Бхагавадгите. Спокойствие, самоконтроль, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность — это качества, присущие браманам и проявляющиеся в их деятельности. Бхагавадгита, глава восемнадцатая, текст сорок второй. Согласно ведам, в любом обществе должны быть люди, обладающие брахманическими качествами и способные объяснить другим смысл жизни. Когда общество состоит из одних шудр, люди лишаются возможности постичь абсолютную истину. Такая ситуация сложилась в современном мире. В шастрах говорится, что в Кали-югу все рождаются шудрами. Поэтому сейчас практически невозможно найти настоящих браманов. В железный век, век Кали, жизнь людей очень коротка. К тому же они вздорны, ленивы, неудачливы, сбиты с толку и, помимо всего прочего, пребывают в постоянной тревоге. Шримад Бхагаватам, Песнь первая, глава первая, текст десятый. Люди века Кали живут недолго и не заботятся о своем духовном развитии. Люди этого века очень ленивы и безразличны к духовным ценностям. На самом деле человеческая жизнь предназначена для постижения духовных ценностей. Но в наше время они мало кого интересуют, поскольку в век Кали все люди рождаются шудрами. Люди этого века забыли об истинной цели жизни. Слово «манда» означает «ленивый», а также «порочный». В наше время все без исключения либо ленивы, либо порочны, либо и то, и другое сразу. Сумандаматайо значит, что каждый придерживается своих взглядов на жизнь, не желая признать ничьего авторитета. И в довершение ко всему люди этого века несчастливы и все время пребывают в тревоге. В Шримад-Багаватам говорится, что в конце Кали-юги на земле прекратятся дожди, в результате чего начнется повальный голод. Правительство обложит людей непосильными налогами. Некоторые черты этой эпохи, предсказанной в Шримад-Багаватам, можно наблюдать уже сейчас. Чтобы облегчить страдания людей Кали-юги, Чайтанья Махапрабху, который является самим Шри Кришной, принес людям святое имя Господа. Век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме святого имени, святого имени. Святого имени Господа. Брихан Народия Пурана Чайтанья Махапрабху не сам придумал этот метод духовной практики. Его рекомендуют шастры, в частности, пураны. В Кали-югу метод духовного самосознания очень прост. Достаточно повторять Харе Кришна Маха мантру. Все люди, рождающиеся в Кали-югу, невежественны, несчастны, с недаемой беспокойствами шудры. Как же такие люди смогут понять абсолютную истину и осознать цель человеческой жизни? Господь сам отвечает на этот вопрос в Бхагавад-гите. Глава 4, текст 7. Всякий раз, когда в материальном мире религия приходит в упадок и начинает преобладать безбожие, я сам прихожу в этот мир, о потомок Мхараты. Много тысяч лет назад Господь Кришна пришел на землю в образе Капиладевы, сына Девахути. Его отца звали Кардама Муни. Когда Капиладева вырос, его отец в соответствии с ведическим обычаем принял саньясу и покинул дом, чтобы целиком посвятить себя духовной практике. Человек не должен всю свою жизнь заниматься бессмысленной материальной деятельностью. В человеческом обществе должны существовать четыре ашрама и четыре варны, и в былые времена этот порядок соблюдался неукоснительно. Поэтому, когда Капиладевы вырос, Кардама Муни покинул дом, оставив свою жену на попечении сына. В этом стихе о Капиладеве сказано «Капилас татва Санкьята Багаван» «Господь Капила никто иной, как сам Багаван» В наше время этот титул может присвоить себе любой проходимец. Но на самом деле истинный Багаван – это Бог, а не обыкновенный человек. Поскольку Багаван Шри Кришна приходил на землю в человеческом облике, глупцы и негодяи, мудхи, считают его обыкновенным человеком. Сам Кришна говорит в Багавадгите. Глава седьмая, текст тринадцатый. Введенные в заблуждение тремя гунами, благостью, страстью и невежеством, живые существа в материальном мире ничего не знают обо мне, стоящем над тремя гунами и неисчерпаемым. Махатмы Махатмы, великие души, способны понять Кришну. Например, Арджуна знал, что хотя Кришна играет роль его друга, он тем не менее остается верховной личностью Бога. Арджуна уже обладал совершенным знанием, но, заботясь о нашем благе, Кришна дал ему наставление, составивший Багавадгиту. Давая наставление Арджуне, Кришна на самом деле обращался ко всем людям. Выслушав Багавадгиту, Арджуна сказал, «О Кришна, Ты верховный Браман и высшая обитель!» По сути дела, каждое живое существо является Браманом, духовной частицей. Мы не есть тело. Утверждение Ахам Брамасми, «Я есть Браман», является формулой духовного самосознания. Человек должен понять, что он Браман, а не материальное тело. Человеку не пристало, подобно кошкам и собакам, оставаться в невежестве и думать, «Я это тело, я американец, я индиец, Браман, кшатри, индус, мусульманин» и так далее. Все эти определения относятся к телу. Однако тот, кто достиг духовного самосознания, понимает, «Ахам Брамасми, я есть Браман». Это называется осознанием Брамана. Не следует думать, будто Браманом становится в результате практики. Мы уже Браман. Золото всегда остается золотом, даже когда покрыто грязью. Грязь можно удалить. Так и мы, по природе своей, будучи Браманом, духовной частицей, некогда вошли в соприкосновение с материальными элементами, землей, водой, огнем и воздухом. В результате нас покрыли телесные оболочки, и мы стали отождествлять себя с материальным телом. Но в этом проявляется наше невежество. Поэтому, пока мы не обретем духовные знания, мы будем вести животное существование. Осознание человеком своей духовной природы называется Дхармой. Конечную цель Дхармы определил Сам Шри Кришна в Бхагавадгите. Откажись от всех Дхарм и просто предайся мне. Обитатели земли создали множество Дхарм. Индуистскую Дхарму, мусульманскую Дхарму, христианскую Дхарму и так далее. Все это придуманные Дхармы. Безусловно, в каждой из этих Дхарм есть указание на то, как исполнять истинную Дхарму. Но истинная Дхарма заключается в том, чтобы понять, что во всем мире нет ничего, кроме Кришны. Об этом говорит Сам Шри Кришна в Бхагавадгите. Глава седьмая, текст девятнадцатый. После многих и многих рождений по-настоящему мудрый человек предается мне, поняв, что я причина всех причин и источник всего сущего. Но редко встречается такая великая душа. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дхарму Никто не знает, что такое Дхарма, и никто не может создать Дхарму. Дхарма – это закон Всевышнего. Человек не может сам устанавливать законы. Это прерогатива правительства. Самое простое определение Дхармы гласит, что Дхарма является законом Верховного Господа. А поскольку Всевышний или Бог един, то и закон Его должен быть единым для всех. Откуда же взяться различным Дхармам? О разных Дхармах не может быть и речи. Различные Дхармы – это порождение нашего невежества, которое заставляет нас считать себя индусами, мусульманами, христианами и так далее. Нет. Золото – всегда золото. Если у христианина есть сколько-нибудь золота, значит ли это, что оно стало христианским золотом? Золото остается золотом, независимо от того, кому принадлежит – индусу, мусульманину или христианину. В соответствии с законом, установленным Верховной Личностью Бога, следовать Дхарме – значит предаться Господу. Это боговата Дхарма, и каждого человека нужно научить тому, как предаться Всевышнему. Бог один. Двух богов не может быть. Боги, соперничающие между собой, не имеют права называться богом. Сейчас на каждой улице поклоняются своему богу. Но Кришна не имеет ничего общего с такими богами. Он – Верховный Господь. Сам Кришна утверждает в Бхагавадгите. Глава седьмая, текст седьмой. О, завоеватель богатств, Арджуна! Нет истины превыше меня. Все миры покоятся на мне, словно жемчужины, нанизанные на нить. Цель движения сознания Кришны – сообщить каждому, что на свете нет никого превыше Кришны – Бога. Многим молодым американцам и европейцам повезло, потому что они ничего не знали о новоявленных богах и серьезно отнеслись к движению сознания Кришны, который проповедует истинную Дхарму. Кришна сту Бхагаван своям. Бхагаван – Бог. Никто иной, как Шри Кришна. Я просто сказал им, Шри Кришна – это Бог. И те, кто серьезно воспринял эту истину, с успехом практикуют сейчас сознание Кришны. Многие были удивлены, увидев, что американцы и европейцы стали такими великими преданными и танцуют в экстазе. Как они достигли этого? Просто слова «Кришна сту Бхагаван своям» не были для них пустым звуком. Неважно, нечаянно или намеренно вы поднесете руку к огню, он все равно обожжет вас. Даже если ребенок сунет руку в огонь, он тоже обожжется. Движение сознания Кришны подобно огню. Этих молодых людей опалил огонь преданности и результат не замедлил сказаться. Кришна сту Бхагаван своям – не плод чьего-то воображения. Эта истина признана великими ачарьями, принадлежащими к цепи ученической преемственности. Даже имперсоналист Шанкар Ачарья признавал Кришну верховной личностью Бога. Того же мнения придерживаются Армануджа Ачарья, Мадхва Ачарья, Вишнусвами, Нимбарка, Шри Чайтанья Махапрабху и его последователи. Все они, так же как и Арджуна, считали Кришну верховным господом, и нам остается только последовать их примеру. Это самый простой метод. Какой смысл гадать, кто такой Бог, где Он находится, к чему все эти бесплодные поиски? «Бог – это Кришна. Он перед вами. Откройте глаза». Кто-то может сказать, что Кришну невозможно увидеть, но Кришна проявляет Себя перед нами в форме Своих разнообразных энергий. Кришна стоит перед вами в образе каменной статуи. «Безусловно, камень не тождествен Богу, но в каком-то смысле камень – это тоже Бог, потому что Он – одна из энергий Бога». «Тепло и свет – это не огонь. Однако без огня не было бы ни тепла, ни света. В этом смысле тепло и свет не отличны от огня. Весь материальный мир подобен теплу и свету, которые исходят от высшего огня». В Вишну Пурани говорится, «Как костер, находясь в одном месте, озаряет все вокруг своим светом, так и верховная личность Бога, Парабраман, пронизывает всю Вселенную своими энергиями». Солнце находится в определенном месте, но его тепло и свет распространяются по всей Солнечной системе. По наличию тепла и света можно догадаться о присутствии Солнца. Поскольку свет и тепло может ощутить каждый, в Бхагавадгите Кришна говорит «Я свет Солнца и Луны». Люди иногда говорят «Покажите мне Бога», не ведая того, что видят Его постоянно изо дня в день. Поскольку люди века Калии глупы, им невдомек, что ощущать воздействие энергии Бога то же самое, что чувствовать Его присутствие. Как только мы чувствуем тепло или видим дым, мы знаем, что где-то горит огонь. Аналогично этому присутствие Бога можно ощутить, увидев проявление Его энергий. Молодые преданные в движении сознания Кришны поклоняются Кришне. Каковы признаки преданного? Преданный – это тот, кто утратил интерес к материальным наслаждениям. Преданные, принадлежащие к обществу сознания Кришны, не ходят в кино, в рестораны или клубы, они не пьют и не курят. Все эти удовольствия в Европе и Америке доступны каждому, но этим юношам и девушкам ничего этого не нужно. Они готовы дни и ночи напролет сидеть и слушать о Кришне. Почему? Потому что они утратили вкус к материальным удовольствиям. Это свидетельствует о духовном прогрессе. Саньяси, который курит или пьет чай, не имеет ничего общего с духовной жизнью. Духовная жизнь подразумевает отказ от материалистического образа жизни. Настоящий преданный становится равнодушен к материальной деятельности и начинает стремиться к постижению Бога Всевышнего и к служению Ему. В Шримад-Бхагаватам говорится, «Среди всех живых существ, которые, получив материальное тело, попали в материальный мир, тот, кому дарована человеческая форма жизни, не должен трудиться в поте лица ради чувственных удовольствий, доступных даже собакам и свиньям, которые питаются испражнениями». Слово «вид-бхуджам» означает «питающийся испражнениями». Свинья день и ночь рыщет в поисках пропитания и, поскольку в испражнениях, которыми она питается, содержится много минералов и гипофосфатов, свинья набирается сил, толстеет и без конца наслаждается сексом. К этому сводится существование свиньи. Человеческая жизнь однако предназначена не для того, чтобы подражать свинье, а для тапасии, аскезы. Шримад-бхагаватам сказано «Напротив, мои дорогие сыновья, человек должен совершать аскезы, чтобы получить право заниматься трансцендентным преданным служением. Преданное служение очищает сердце и дает возможность обрести вечную жизнь, исполненную блаженства, которое несравнимо ни с каким материальным счастьем». В этом заключается суть ведической цивилизации. Общество Варнашрамадхармы состоит из четырех каст Варн, Браманов, Кшатриев, Вайшхев и Шудр и четырех духовных укладов Ашрамов Грихастх, Ванапрастх, Брахмачари и Саньяси. Такая социальная структура помогает людям постепенно достичь высшей ступени совершенства в осознании Бога. Единственной целью всех Варн и Ашрамов является поклонение Всевышнему. Поднимаясь шаг за шагом по ступеням социальной лестницы, член общества Варнашрамы достигает духовного совершенства. Так, учась в школе, ребенок переходит из класса в класс и таким образом постепенно овладевает знаниями. Если человеческое общество будет строиться в соответствии с принципами Варнашрама Дхармы, то у людей появится возможность постепенно постичь Верховный Брааман. Но поскольку сейчас все рождаются шудрами, люди нуждаются в образовании. Двиджа значит дважды рожденный. Когда человек выходит из чрева матери, он рождается в первый раз, а духовный учитель и веды дают ему второе рождение. Веды становятся его матерью, а духовный учитель – отцом. При втором рождении человек получает от духовного учителя священный шнур. Это значит, что он принял духовного учителя, который будет его наставником в духовной жизни. После посвящения духовный учитель позволяет ему читать Шримад-Бхагаватам, самое совершенное из всех ведических писаний. Шримад-Бхагаватам является квинтэссенцией всех вед. Веды подобны древу желаний, с которого можно срывать любые плоды. Ведическое знание совершенно. В ведах можно найти ответы на любые вопросы. Но чтобы постичь это знание, необходимо получить посвящение от истинного духовного учителя, гуру. К несчастью, в век Калии в человеческом обществе царит хаос. Люди забыли о цели жизни. В такие времена Господь Сам приходит к людям. Господь делает это из сострадания, ибо Он гораздо сильнее хочет, чтобы мы вернулись домой к Богу, чем мы сами. Мы настолько погрязли в невежестве, что ничего не знаем о царстве Бога, не ведаем пути, ведущего в это царство, и не понимаем, как обрести счастье. Мы все забыли. Поэтому время от времени Кришна Сам приходит в материальный мир или посылает сюда своего представителя, чистого преданного. Иногда Он нисходит в наш мир в своей изначальной форме, а иногда в форме одного из своих воплощений. Капиладева является воплощением Верховного Господа Кришны, поэтому в данном стихе говорится Капилас Татва Санкьята Бхагаван Атма Майяя. Слово Майя значит не только иллюзия, оно может также означать любовь и энергия. Вместе с Кришной в материальный мир приходят все его энергии. Кришну никто не вынуждает приходить в материальный мир. Он нисходит сюда по собственной воле. Это нам приходится принимать то или иное навязанное нам тело, но не Шри Кришне. Скажем, сейчас я нахожусь в человеческом теле, однако я не вправе выбирать, в каком теле мне предстоит родиться в будущей жизни. В следующей жизни мы получаем тело в соответствии с нашей кармой, а не нашим желанием. Человек не вправе претендовать на место судьи, если не имеет юридического образования. Прежде чем претендовать на какое-либо место, необходимо получить соответствующую подготовку. в зависимости от своей подготовки человек в следующей жизни может стать деватой, полубогом наподобие индры или чандры, а может родиться собакой или кошкой. Все зависит от его кармы. однако тела, в которых приходит Кришна или его воплощение не зависят от кармы. Верховный Господь не подвластен законом кармы и полностью независим. Всевышний нисходит в материальный мир не по принуждению и делает это посредством своей внутренней, а не внешней энергии. Когда губернатор приходит в тюрьму, это не значит, что он тоже стал арестантом. Он не преступник и посещает тюрьму добровольно, чтобы проверить положение дел. Однако если обыкновенный человек оказывается в тюрьме, это значит, что он попал туда по решению суда, установившего его вину. Встретив в тюрьме губернатора, преступник может подумать, что губернатор тоже попал под арест. Подобно этому глупцы и негодяи считают Кришну таким же человеком, как они сами. Но тем, кто обладает знанием, известно, что, нисходя в материальный мир, Кришна и его воплощение остаются трансцендентными к этому миру. Не карма заставляет Верховного Господа приходить в материальный мир. Он приходит сюда по своей воле. Негодяи не в состоянии понять, кто такой Кришна, и потому считают его обыкновенным человеком. Вот почему сам Кришна говорит в Бхагавадгите Из многих тысяч людей может быть один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один знает меня таким, как я есть. Глава седьмая, текст третий. постичь Кришну далеко непросто. Как утверждает сам Кришна, из многих тысяч людей быть может один становится ситхой, осознавшей себя душой, а из множества ситх только один может оказаться способным постичь Кришну. Нам очень повезло, что Шри Чайтанья Махапрабху, который является самим Кришной, пришел в этот мир и дал нам очень простой способ, с помощью которого каждый может постичь Кришну. Что это за способ? Достаточно просто слушать о Кришне. И чтобы дать людям возможность слушать о Кришне, мы открываем центры сознания Кришны по всему миру. В Шримад Бхагаватам сказано Шри Кришна, личность Бога, который в образе Параматмы сверх души пребывает в сердце каждого живого существа, является благодетелем всех честных и искренних преданных. Он очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том просыпается желание слушать повествования о Кришне, которые добродетельны сами по себе, если их должным образом слушают и повторяют. Песнь первая, глава вторая, текст семнадцатый. Слушая о Кришне, мы очищаемся. Слушать о Кришне значит общаться с Ним. Люди не знают этого, но мы стараемся убедить их. Пожалуйста, приходите к нам и слушайте о Кришне, и тогда ваша жизнь станет совершенной. о Кришне. Продолжение следует...